Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В горах до минус 8. Днем плюс 7, плюс 12. И местами минус 1, плюс 4. В Черкесске небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем 9-11 градусов тепла. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о деятельности абазинского ученого и просветителя Татлустана Табулова. Он внес огромный вклад в развитие науки и культуры Карачева-Черкесии. О жизни и судьбе автора абазинского и черкесского алфавитов материал Шерифат Лепшоковой. В республике по традиции раз до года проходят табуловские чтения, посвященные проблемам развития абазинского языка и культуры. Эти конференции – прямое наследие идеи Татлустана Табулова, чья жизнь стала примером преданности своему делу – делу просвещения. Родившийся в 1879 году в Аулюбебертовском, ныне Эльбурган, в семье зажиточных крестьян, понимавших ценность образования, Татлустан Табулов с самого детства стремился к знаниям. Пансионер знаменитой школы Мара Микерова, мецената и учителя, Татлустан был особенно любим всеми. Выделяли мальчика не только за знание, но и дисциплину. Стал уже мифическим рассказ о том, что школу и его дом разделял лишь забор. Маленький Татлустан по правилам пансиона жил в учреждении круглосуточно. И осмеливался только через щелочку смотреть на своих родителей, работавших по дому. Все эти детали стали известны благодаря в том числе и скрупулезной работе Мухаммеда Тукова по своей инициативе, проводившего многолетние изыски. У него хранятся редкие документы и фотографии ученого. Из них можно узнать, что Татлустан Табулов получил духовное образование в медресе, прошел в Осетии один курс обучения в Ордонской семинарии. С 1914 года работал в родном ауле учителем начальных классов. Тогда же поднял болезненный для того времени вопрос обучения девочек-горянок. По мнению ряда косных духовных лиц, мусульманке быть грамотной было ни к чему. Татлустану Табулову угрожали физической расправой. Он тут же был отстранен от работы. Вплоть до 1920 года он без работы был. Жил очень, бедствовал, скромно жил, как духовное лицо, хотя бы он мог безбедно жить, скажем, мог стать луной, мулой и кем-то там духовным лицом. И они жили вот так тогда. Нет. Он, находясь дома, бедствуя, пытался составлять свои азбуки для своего народа на арабской графической основе. Будущий ученый в тайне от властей продолжал бесплатно обучать детей грамоте. После революции у Татлустана Табулова появилась возможность вплотную заняться наукой. Он создает черкесские и абазинские алфавиты. Выступает инициатором создания русско-абазинского словаря. Собирает фольклор. Ученый бережно относился к наследию народа. В своем стремлении сохранить его он посвятит этому делу оставшуюся жизнь. Его старшая дочь вспоминала, когда отец уже не мог сидеть за столом и писать, он надиктовывал свои статьи. Но Рия продолжит его дело. Станет автором большого абазинского словаря. Займется исследованием родного языка. На жизненную долю просветителя выпало немало невзгод. Подвергавшийся гонениям в царское время, он не избежал репрессий и в тяжелые сталинские времена. В сентябре 1937 года был арестован, но уже через год выпущен. Власть не решилась расправиться с Табуловым. Но почему? По одной из версий, абазин и Старокувинска написали письмо самому Сталину с просьбой дать им собственную грамматику. Лучшего знатока, чем Татлустан Табулов, было не найти. Это письмо и сегодня хранится в архиве. По второй версии, за ученого вступился тогдашний руководитель Абхазии Нестор Лакопа. Мухаммед Туков хорошо помнит своего насельчанина. Он встречал его, будучи подростком. Вот сейчас перед моими глазами встает его силуэт, можно сказать, даже фотография. Я вышел из магазина. Он стоит с такой тросточкой симпатичной. Вот это ремень с этими атрибутами, висящими, серебряной оправой. И был он в Черкесске и вот такой шапке, кубанке. И он был ростом выше меня. И вот фигура его вот такая, широкоплечий, сухой, как настоящий горец. Широкоплечий, сухой был. И мало разговаривал, разглядывал, стоял. Он вот перед глазами вроде бы сейчас встал. Вот эта картина его силуэта у меня запечатлелась в моей зрительной памяти. Один из активных творцов письменной культуры черкесов и абазин, Татулстан Табулов, писал художественные книги на двух языках. Имя ученого и через годы будет ассоциироваться со словом «первый». Первый, кто сумел широко открыть двери науки для своего народа. Шерифар Лепшокова, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. В Турции прошла персональная выставка и открытие памятника известного скульптора. Заслуженного художника Карачаева-Черкесии, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Кошализа Арманбетова. О том, как возникла идея памятника известной ногайской поэтессе Кадрие. Почему бюст установили в городе Ялове. Какие работы представил мастер. И за что ему вручили медаль. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Кошализа Арманбетов отметит моей соведущей Болиджазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Кошали. Я рада приветствовать тебя у нас в гостях. Почему я с тобой на «ты»? Потому что мы с тобой давние, старинные друзья. И вот даже перед вот этим эфиром мы вспоминали о том, как ты приехал сюда к нам. И у нас была первая встреча. Это, наверное, уже сколько лет прошло? Ну, 2000, по-моему, где-то я приехал в шестом, по-моему. Ну, 16 лет. Это уже большой срок для дружбы, для творческого союза. Но я хочу сказать о том, что ты человек до такой степени активный, что не перестаешь удивлять тем, что ты постоянно участник каких-то выставок. Постоянно куда-то тебя приглашают. Я имею в виду, помимо твоей преподавательской деятельности. Вот в очередной раз ты приехал к нам с сюрпризом. И был ты не где-нибудь, а в Турции. Я знаю, что там прошло несколько мероприятий, таких масштабных мероприятий. И первое мероприятие – это то, что там открывали твой памятник, известнейший, трагически погибший нагайской поэтессе Кадрие. Памятник, конечно, твой. Памятник, насколько я знаю, из бронзы. Да. Город Ялова. Правильно? Скажи, пожалуйста, как идея возникла? Почему именно в Турции этот памятник поставили? Это три года назад в Турции был вечер, посвященный Кадрие. И там как раз генеральный секретарь Дмитрий Курабаевич, это Евросоя, заинтересовался именно ее поэзией. Хотя она погибла, честно говоря, ей не было еще 30 лет. Она за это время столько много сделала. И как-то увидел меня там тоже. До этого мы с ним видели в Казахстане, когда был симпозиум. Но он, может быть, меня забыл. А так, конечно, интересно было, он мне сказал, а вы не могли бы сделать ее бюст. Для меня это был, конечно, подарок, но и ответственность, потому что нисколько надо сделать похожее, интересное. И чтобы люди полюбили этот бюст, памятник. Скажи, пожалуйста, здесь ты делал памятник? Как туда перевозили? Ну, вот эти проблемы и были большие. Мы почти три года ждали. То была вот эта болезнь, пандемия, да, то таможенные дела. Да, бюст делался здесь, отливалось тоже в России, в Владикавказе. И потом таможен потребовал всякие бумаги. И мы как бы мучились, потому что таких бумаг дуэту почему-то не требовали. Ну, слава богу, Всевышний, наверное, все видит, дал дорогу хорошую, отвезли. И мы уже делегация от Дагестана, так как я была на Гайской степи, жила в Магачкале, творила там тоже, училась в Москве, именно горкой в институте. И глава района не мог, потому что пандемия болела, и нас отправил, меня отсюда вызвал и доцента одного философских наук, музыканта, и еще одного музыканта, хотя он был еще и племянником кадри, чтобы они меня поддержали, когда мы будем там, и словами, и музыкой, и вообще их присутствие должно быть. Скажи, пожалуйста, кто-то из местных нагайцев турецких знал ее творчество? Они были знакомы? Они были наслышаны о ней? Как они вообще восприняли вот это все? Ну, вначале, конечно, не было известно, пока вот где-то 5-6 лет, когда у нас были общения, уже вот интернет, и все, и они начали уже узнавать. И потом многие приезжали сюда, и в Дагестан, и в Черкесию, как бы внедрялись в культуру, и в поэзию, и вообще в искусство, и узнавали много таких людей, которых у них нету, специальности, которых нету. Поэтому им, конечно, интересно было, мы всегда общаемся, до сих пор тоже, и они были заинтересованы, чтобы именно улица была названа именем кадри, и чтобы поставили бюст именно в Ялове. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, да, как творческого человека, в чем феномен этой юной все-таки, я имею в виду, по возрасту, поэтессы? Ну, во-первых, она была очень красивая женщина, даже вот когда смотришь на нее на фотографии. Ты как скульптор сейчас. Нет, на фотографии ее смотришь, потому что я именно для бюстов взял, обычно вы видели много бюстов, когда просто человеческий облик и так далее, я взял именно ее улыбающиеся, чтобы она была там представлена именно как поэзия в этом образе. Потом это именно ее фотография как бы сбоку, которая узнается всем больше, чем другие фотографии. И в-третьих, она была очень талантливая, может, поэтому ее убили, наверное. Там же, в том же городе, в тот же день, по-моему, состоялась выставка. Да, открыли 12 часов. Там, кстати, могу сказать, что много было как бы с администрацией, там депутаты, меры городов. Даже мне сказали, что обычно они заняты и не всегда ходят. А тут обрадовались, что столько людей приехало именно открыть, именно участвовать в этом мероприятии и как бы рассказать о ней еще раз всему миру, что вот была вот такая у народа поэтесса. Помимо этого, я знаю, что вы переехали в Анкару. Там была твоя уже персональная выставка. И самое интересное, вот эта медаль, которую ты сегодня принес, медаль имени Абая, казахского писателя, очень известного, и причем эта медаль очень престижная. Я знаю, что не каждому ее вручают. Вот на этой выставке тебе ее вручили. Расскажи об этом. Ну, вначале, вот когда открытие было, в 12 часов, в 3 часа была в Ялове тоже персональная выставка. Потом ее отвезли в Анкару, и в Анкаре она открылась в 3 часа тоже. Труксоя, это международная организация тюркская, генсекретарь Дюсен Курабаевич. Он давно помогает всем трюкоязычным народам, именно чтобы устраивать вечера, какие-то выставки, издать книги в том числе. И при общении он интересный умный человек, потому что он бывший музыкант, венчилист, во всем миру известный. И ведь он понимает нашу культуру общую трюкоязычную. Поэтому я, когда говорил, даже я говорил «малоногайцы», я сказал, что мне всегда интересно и всегда я забрал тюркский мир, тюркскую культуру. И поэтому, куда бы ни ездил бы Казахстан, Туркмир, я не знаю, какие-то другие страны, Сатарстан, они сразу узнают тюркскую культуру. Поэтому мне хотелось бы, даже какая-то мечта есть, с монгольским скульптором участвовать в выставке, как Кипчак. А что ты представил в Анкаре? Какие работы свои? Там были графические работы в основном, и скульптуры немного, потому что, опять же, таможенная, перевозка очень сложная. И в основном у меня композиционные работы, которые я вначале отправил им, вот они в плакатах сделали, по-турецки написали. И тут же название на турецкий язык, тоже мы несколько месяцев общались, называли, потому что то, что у нас какие-то есть, допустим, обозначения, допустим, у них нет. Поэтому, как бы, вот здесь тоже они написали Атла Ай, Атла, это как бы, а у меня должна звучать золотой кочевник. То есть, это как я вначале говорил, когда ты снимала, Зар, Зар, Зар золотой, Кош Али Кош, кочевник. И вот эту медаль, когда вручили, тоже за то, что я в тюркском мире сделал много вложений именно в области культуры, искусства, которые понятны, еще раз повторяюсь, всему тюркскому народу. Ее вручил наш генеральный секретарь Дисен Курабаевич. Скажи, пожалуйста, вы о каком-то дальнейшем взаимодействии договорились? Да, вот как раз там именно Нагайцев тоже было много, которые там живут. И договорились, что я буду приезжать, и там даже одна девушка, оказывается, очень любит рисовать, закончила у них дизайн отделения, но у них немножко как-то свои. А у нас все-таки российские очень хорошие, как бы, и образование, все, тем более у нас Санкт-Петербургская. И меня как-то сказали, вызовут, там, Дернекуни, как бы, культурный центр, сделают для меня место, там, мои работы повесят. Ты будешь обучать их? Да, вот с таким этим, как бы, мы договорились, но лишь бы не было, как бы, отклонили из-за того, что пандемия и так далее, и так далее. Да, сейчас непонятно, что творится в мире. Будем надеяться, что все состоится, и так же тесно ты будешь работать с нашими тюркскими братскими народами. Я благодарю тебя за участие в нашей программе, и, конечно, я желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо. Спасибо, Кошалей. Я хочу коротко добавить, в Ялове, где мером города является Карачаевск, вот он мне подарил сувенир, здесь даже написано «Алимурад Салпагар». Это тоже было очень приятно, ему тоже он мне говорил, это мой земляк. Спасибо. Да, очень красивая вещь. Спасибо тебе. В селе Очкикен в историко-краеведческом музейном центре Малокарачаевского района Румкала прошла выставка, посвященная 70-летию руководителя районного отделения общественной организации «Карачаиланхалк» Аубикира Узденова. Он был настоящим патриотом своего народа, внес неоценимый вклад в сохранение материалов о депортации карачаевского народа и в установлении значимых различных памятников, посвященных значимым датам в истории нашей страны. Подробнее о мероприятии расскажет Алихан Лепшоков. Он был энергичным и активным общественным деятелем. Аубикир Уздена внес огромный вклад по сбору большой исторической информации о жертвах депортации карачаевского народа. Аубикир Харунович проделал огромную работу по сохранению памяти имен героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На выставке в Краеведческом музее Румкала в фотографиях представлены яркие моменты жизни Аубикира Харуновича. Также повестители увидели множество памятников, установленных усилиями Аубикира Узденова. Председатель общественной организации «Карача-Ланхал» Руслан Хава подчеркнул, что он был тем человеком, который занимался сохранением исторического и культурного наследия карачаевского народа. Этот человек хотел, чтобы его народ, карачаевский народ, сохранял свои исторические корни, обычаи, нравы, общественные устои, мораль, этику, культуру. В конце концов, все то, что определяет как народ, как нацию, чтобы эти черты были сохранены, приумножены. И прикладывал очень много усилий, чтобы это свершилось, чтобы люди обратили на это внимание. Аубикир Харунович долгое время проработал учителем и возглавлял первую школу села Учкекен. Собравшиеся на выставке отмечали его качество настоящего лидера, болеющего всей душой за историю и культуру своего народа. На выставке также была представлена фотография, памятник героям Великой Отечественной войны, которую Аубикир Узденов хотел реставрировать, но из-за болезни так и не смог начать работу. Аубикир Узденов – это личность моего народа. Он был сам подлинный интернационалист. Для него свято было честь, порядочность, служение народу, ежели чем материальное состояние в жизни. Много я с ним проработал, многому от него научился. Родственники поблагодарили всех гостей за теплые слова в адрес Аубикира Узденова и подчеркнули, что несмотря на то, что его сегодня нет с нами, но память о его деятельности будет жить вечно вместе с карачаевским народом. Я очень благодарен множеству людей в Малом Карачае и не только в Карачае, которые во время нашей трагедии были с нами, поддержали нас, как и сегодня. Я очень благодарен этим людям. Дай Аллах этим людям сил, здоровья на долгие годы. Аубикир Узденов был организатором многих мероприятий. Так, в 2017 и 2019 годах по его инициативе были организованы и проведены Дни культуры карачаево-балкарского народа, на которых была представлена высокая самобытная культура. Али Ханепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи.